Об убийстве в поселке Березовка мы рассказывали еще в марте прошлого года, но и по сей день точка в этой истории не поставлена. Расследование уголовного дела при показаниях десятка свидетелей, видевших и опознавших убийцу, длилось более полугода. Несмотря на то, что в ноябре дело было передано в суд, по прошествии четырех месяцев не состоялось ни одного судебного разбирательства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не приходя в сознание, умер. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело возбудили лишь спустя месяц после трагедии со странной пометкой, повреждения причинены неизвестным лицом. Хотя, что избил погибшего никто иной, как владелец кафе Амиго. Дело шло очень долго. Кончилось оно где-то в ноябре месяце 2013 года, потому что все затягивалось. Мы обвиняем его. Обвиняем его не посадили, не взяли ни под арест. Сейчас он находится на свободе. Дело передали в суд. Расследование уголовного дела длилось более полугода. Обвиняемый в тяжком преступлении и по сей день находится под подпиской о невыезде. Родные убитого вздохнули с облегчением, когда дело было передано в суд. Но и здесь их ждал новый удар. За четыре месяца не было ни одного судебного разбирательства. Он ходит на свободе, улыбается, строит себе огроменный коттедж у нас в Березовке. А суд никаких примеров не принимает. Не знаю, куда ей обращаться. Уже писала везде и обращалась везде. И толку никакого нет. Причины постоянного переноса судебных разбирательств явно надуманы. Обвиняемый попросту тянет время. О первом заседании родственников погибшего даже не известили. На второе не пришли адвокаты обвиняемого. Все последующие попытки начать суд были сорваны и вовсе по возмутительной причине. Обвиняемый, проживший 14 лет в России и имеющий ее гражданство, требует себе переводчика. В данном случае я считаю, что судья в первую очередь, как лицо, отвечающее за сроки рассмотрения дела, обязан, если он видит, что сторона затягивает процесс умышленно, обязан принимать меры. Следующее заседание назначено на 26 февраля. Мать погибшего Станислава уверена, что и на этот раз могут найтись причины для переноса судебного разбирательства. Сейчас родные погибшего направили жалобу в Краевое управление судебного департамента и готовы идти до конца, чтобы наказать виновника смерти их сына и мужа. Сколько еще пожилой женщине придется обивать пороги государственных инстанций, даже сложно предположить. Мы будем следить за развитием этого непростого дела. Сейчас к другим темам.